Добрый день уважаемые подписчики! Сегодня автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска, двигатель 2 литра, полный привод, коробка механическая. На этом автомобиле пробег 73 тысячи километров. Заменим задние тормозные колодки. Поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса и откручиваем цилиндры суппорта. Поднял автомобиль, снял оба задних колеса. Откручиваем два болта крепления цилиндра к скобе суппорта. Головка здесь на 14. Снимаем колодки. Новые колодки я буду устанавливать оригинальные. Номер их 0446633180. Даже на материале с торца какая-то надпись. Колодки фирмы Nibikey. Вот тебе и в оригинале. Лежат Nibikey D6234FF и логотип Toyota. Переставляю со старых колодок противоскриптные пружины и пластины радиаторы два штуки. Вот эти пружинки противоскриптные устанавливаются сверху, хотя по идее они должны по вращению направляющих устанавливаться снизу, чтобы поджимать колодку, но стояла она так у человека, обслуживалась у официалов. Все верно, все верно, это просто неправильно их установили. Пружинка должна стоять снизу, как я и сказал. И поставлю я ее снизу. А спереди она тоже стояла неправильно. Устанавливаем пружинки мы снизу. Колодки заводим как бы немножко назад, отжимаем и вставляем на место. Снимаем и смазываем направляющие. Старую смазку все убираем. Также убираем смазку изнутри. Для этого берем отвертку, наматываем на нее тряпочку и вытаскиваем ее наружу. Это розовая смазка для направляющих тойотовская. Наносим ее на проточки, наносим немножко сверху и после этого уже заводим в пыльник. Покручивая, доводим до того, чтобы у нас пыльник оделся на направляющие. Точно так же мы снимаем нижнюю. Убираем старую смазку. И убираем старую смазку изнутри. Тоже наматываю тряпочку на отвертку. И вот покручиваю. Все вытаскиваю. Тоже наношу новую смазку. И заводим в пыльник. Все, обе направляющие у нас ходят мягенько. Теперь сам цилиндр. Я добавлю смазки фирмы Febby под сам пыльник подшенька. Для этого аккуратненько поддеваю пыльник, чтобы не повредить его. И маленечко под пыльник завожу смазки. Много не надо. Пальцами ее чуть-чуть разгоню. А теперь можно утопить поршенек. Возьму струбцину. Поршень идет легко. Поправляем пыльник, чтобы он у нас обязательно сел вниз. До этого достаточно пальцами по кругу его утопить. Все, пыльник я утопил. Он не повредится уже об колодку. Устанавливаем на место цилиндр. И закручиваем оба болта. Все, болты мы закрутили. Аналогичным образом мы меняем со второй стороны. И на этом замену задних тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго. Продолжение следует. Продолжение следует.